В этом доме на улице Ольгинской Татьяна Смиренина вместе с двумя детьми живет три года. Вскоре после переезда женщина стала замечать неадекватность поведения молодого человека снизу. Общаясь с соседями, выяснила, мужчина действительно беспокойный, периодически у него случаются срывы, но сама под горячую руку не попадала. Так было до минувшей пятницы, которая стала для Татьяны и ее семьи роковым днем. Я вызвала один раз полицию позавчера, потому что они кричали с девушкой, которая с ним живет. Я так понимаю, что он ее избивал. Крики были жуткие. Но она боится, она его покрывает. После этого он стал мне выбивать двери в квартиру. 7 июля, в то время, когда вся страна болела за сборную России на чемпионате мира по футболу, Татьяна с детьми держала оборону своей квартиры, чтобы буйный сосед Сергей не выбил им дверь. Как доказательство следы обуви на обивке. Я дрожала от страха, я взяла носницы и все. И спряталась? Да. Услышав шум и крики, на лестничную клетку начали выходить соседи, которые спугнули нарушителя порядка. Но тот не успокоился. По словам жильцов, он взял лом и направился к выходу из подъезда. На его пути встала железная дверь. Она и приняла на себя удар. Вот эта вся дверь лежала вот так, на земле, целиком. Можете себе представить? Но обычно, когда психически нездоровые люди, у них сила, конечно. Наверное, вот да, следы можно увидеть. Ну, представь, эта дверь новая была, здесь не было ничего, никаких повреждений. Это ребята уже, соседи восстанавливали все. Вы бы вот здесь один вечерок бы понаходились и увидели бы все сами своими глазами, как он кувалдой все это громил. Страх заставляет большинство людей молчать. Другие соседи находятся с дебоширом в приятельских отношениях, поэтому и покрывают неугомонного Сергея. Ну, бывает. Да, не боятся. Он вас запугал, что ли? Нет, ни капельки. Я ничего не сделала. Мама ничего не делает никогда. Без всяких моментов. Привлечь к ответственности нарушителя сложно. У него есть справка о невменяемости. После последнего случая его определили в психиатрическую больницу. По словам очевидцев, там он пробудет 40 дней. А пока в квартире живет мама Сергея. Скажите, а почему ваш сын так вот себя ведет? Я ничего отвечать не буду. Что вы с камерами пришли? Совсем, что ли, уже? Ну, а почему он всему дому доставляет неудобства такие? Вы что к больному человеку пристаете? Я ничего отвечать не буду. Татьяна Смиренина и еще несколько человек написали заявление в полицию. Ее волнует жизнь семьи. Тем более, что 40 дней пройдут быстро, а беспокойный сосед грозил ей расправой. Юлия Погасян, Николай Карбанов, Евгений Садовский. Видное ТВ.